Ирина Сафронова Если она не поверила в невозможное, то в своих земляках точно не разочаровалась. Всего за месяц барнаульцы бескорыстно пожертвовали на лечение ее сына около 42 тысяч рублей. На эти деньги молодая мама сможет получить консультацию московских врачей и купить столь необходимые для лечения малыша аминокислоты. Я благодарна всем тем людям, которые откликнулись на нашу беду, кто внес вклад, внес частичку самого себя в лечении, в помощи моего сына. Милосердные жители заботятся о подопечных нашего проекта непрерывно. Помогают, что называется, всем миром. Кто-то перечисляет средства на лечение, кто-то своим участием помогает больным детям хотя бы на время забыть о страданиях. Так, организаторы состоявшейся акции «Улыбнемся солнечному дню» пополнили фонд «Надежда на чудо» внушительным количеством билетов на аттракционы парка «Солнечный ветер». Дети и взрослые, которые приходили в этот парк, могли сделать и написать пожелания детям скорейшего выздоровления и подарить им небольшие солнечные улыбки. Часть билетов и, конечно, солнечные улыбки с добрыми пожеланиями горожан мы уже передали маленьким пациентам в отделении пульмонологии и гематологии Краевой детской больницы. Оставшуюся партию в ближайшее время мы обязательно вручим и другим детским центрам. Какие подешаем? Будете кататься? Будем кататься, конечно. Завтра вычислить нас, поедем кататься. Не дожидаясь выписки, покататься на личном трехколесном велосипеде может теперь Настя Кутылева. Две жительницы Барнаула, очарованные обаянием малышки, вмиг исполнили желание девочки и даже сами доставили ей подарок. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Правда, очень приятно. А Настюхи-то как радостно. Правда, сейчас как сядем, как поедем. Правда, дочь? Нашим зрителям удалось поднять настроение еще двум пациентам отделения онкогематологии. Надя Калюжина, как и положено маленьким принцессам, обзавелась собственным замком, стены которого увлеченно стали возводить всей палатой. А вот Александра Дель теперь сможет безгранично общаться со всеми своими друзьями и в стенах больницы. Исполнилась моя мечта и я очень рада. Стас Изосимов, хоть и гораздо младше Александры, но тоже мечтает о ноутбуке. У мальчика рецидив. Болезнь вновь подступила. И он понимает, что лежать в отделении придется долго. А с кем общаться? С одноклассником. С одноклассником? С одноклассником. А в каком классе ты учишься? В первом. А о чем вы общаетесь? Расскажи мне. Ну, писаю. Что пишешь? Привет. За три года жизни проекта у пациентов в отделении появилось несколько десятков компьютеров. Другое популярное желание – портативная игровая приставка. Лежу я здесь где-то месяц. Осталось, не знаю, может быть год, а может быть и два. Любой край, как известно, славится людьми. Наши земляки, без сомнения, люди широкой души. Они не устают бескорыстно творить добро. Мы уверены, что и новые желания не останутся неуслышанными. Ведь совсем не сложно и в то же время очень важно помочь тяжелобольному ребенку почувствовать счастье. Елена Макаренко, Александр Морозов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова